МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Эффективное законотворчество. В Чебоксарах прошло выездное совещание сенаторов Совета Федерации. Есть такая профессия. В Чувашском кадетском корпусе обсудили развитие системы патриотического воспитания. День здоровья. В Чебоксарах прошла акция по сохранению здоровья. Сегодня в Чебоксарах прошло выездное совещание сенаторов Совета Федерации. Оно посвящено реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики до 2024 года. Члены делегации побывали в столичном микрорайоне Новый город и индустриальном парке. В основе индивидуальной программы комплекс мероприятий, способствующих росту качества жизни в регионе. Одно из важных направлений строительства жилья. Его нужно много и по приемлемой цене. Один из быстро развивающихся столичных микрорайонов – Новый город. Сенаторов интересовала цена жилья за квадратный метр, наличие социальной инфраструктуры, парковок, доступность, льготные ипотеки. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития, когда готовили ее, для того, чтобы поддержать строителей, нам нужны метры квадратные. Вот мы решили по двум фронтам, факти. Первое – инфраструктуру поддержать, не на себя взять нагрузку, раз. А второе – мы в рамках индивидуальной программы включили в программу по субсидированию потечных столов. И, значит, с этого года 350 миллионов рублей будет направлено, с одной стороны, на субсидирование потечных столов. То есть мы сможем поддержать, в принципе, по ИПСРУ, там, на 10 миллиардов рублей жителей, стимулировав ипотеку. Застройщики детально рассказали об особенностях архитектурной застройки, отметив при этом, что вкладывают свои средства в развитие общественных пространств. Район называют городом без машин. Вы не увидите во дворах личные автомобили, все они находятся вне зон отдыха, на специальных парковках. Есть детсады, школа, небольшая поликлиника. Застройщики выполняют все взятые обязательства, в том числе и строятся новые школы, и детские сады. Ну, прекрасный, я считаю, что микрорайон получается. Я понимаю, что, наверное, в республике есть определенные обязательства перед федеральным центром по застройке квадратных метров. Я надеюсь, что благодаря таким застройщикам, в общем-то, эта проблема будет решена. Самое главное, жители Чувашии будут получать благоустроенные квартиры. Сенаторы побывали и на площадке индустриального парка. Один из резидентов – завод «Энергомаш». В рамках реализации индивидуальной программы развития он получил государственную поддержку в сумме 6,5 миллионов рублей на приобретение оборудования. Здесь выпускаются трансформаторные подстанции. Гостей из Москвы интересовало и местное законодательство в области строительства, поддержки малого и среднего бизнеса. Одна из главных наших задач – услышать от вас, от регионов, предложение по изменению нормативно-правовой базы. Мы все-таки верхняя палата парламента, и мы законодатели. Для нас важно услышать, чем мы можем вам, регионам, помочь, конкретно Чувашской республике, чем можем помочь в разработке новой нормативно-правовой документации. Предметный разговор продолжился на встрече сенаторов с правительством республики. Речь шла о реализации индивидуальной программы социально-экономического развития, разработанной совместно с Минпромторгом России, и о том, какие условия и меры помогут сделать работу более эффективной. Индивидуальную программу развития Чуваши утвердили 3 апреля 2020 года. Годичный опыт работы позволяет делать выводы и говорить о динамике. Для большей эффективности программных мероприятий и использования средств их синхронизировали с нацпроектами, стратегической программой развития республики, другими документами. Получился комплекс мер, направленный на достижение конкретных результатов, развитие малого и среднего бизнеса, жилищного строительства, сельского хозяйства, промышленности. Запланированный на прошлый год объем в целом выполнен. Обсуждая дальнейшие задачи, обменялись пожеланиями и предложениями. Все-таки пандемия показала, что нужно, наверное, по-новому взглянуть на материально-техническое обеспечение отрасли здравоохранения. В нашем случае в Чувашии острая потребность. Есть там федеральная программа сегодня понимания по строительству инфекционных больниц, но в нашем случае речь идет о строительстве большого больничного комплекса, который, так сказать, действительно необходим в свете текущей ситуации и нашей конкретной ситуации. Обсудили перспективы территории приезжающего развития. Сенаторы поделились своим видением, как поддержать их в масштабах всей России. Отдельный вопрос, который злободнее, он не самый, на самом деле, наверное, вот в этой повестке, он касается ТАСЭРов, он касается трехлетнего льготного периода по, значит, социальным выплатам, которые сегодня в обычном режиме составляют порядка 30%, да, в льготном 7,6%. И вот эти три года – это как раз та проблема, которая не позволяет, в принципе, инвесторам, что называется, играть в долгую, да, и, заходя, значит, в ТАСЭРы, планировать свою дальнейшую деятельность. И вот совсем недавно, буквально, как раз, когда приезжала большая делегация под руководством председателя правительства, наш губернатор выступил с инициативой, все-таки, чтобы этот трехлетний период был отменен, и сделать его на уровне 10 лет. Это было бы очень здорово, если бы нам удалось. Кроме того, Дмитрий Кузьмин отметил опыт Чувашии по ранней профессиональной ориентации школьников и некоторые другие проекты, которые хотел бы использовать в родном Кузбассе. Развитию горизонтальных связей будет способствовать и восстановлению речного сообщения между субъектами. Между Чувашией и Татарстаном, в частности, проложат пассажирский туристический маршрут. Соответствующее соглашение подпишут уже в этом месяце. В ходе общения появилась дополнительная мысль, и я просил бы вас поддержать и поучаствовать, собраться, как минимум, министрами транспортов Приворского федерального округа и обсудить ровно те вопросы, о которых вы сейчас говорили. То есть это развитие речного транспорта, речного пассажирского транспорта, речного туристического транспорта и соответствующих объектов инфраструктуры для реализации данного направления. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Ленар Сафин приглашение принял и, подводя итоги встречи, заметил, что визит в Чувашию получился продуктивным. Мы не приезжаем оценивать, мы приезжаем, наоборот, подсказать, помочь коллегам, где-то вот нашим, скажем так, коллегам на региональном уровне, как можно, скажем так, улучшить ситуацию, где можно лучше, скажем, эффективнее сработать, в какой программе можно себя найти, в том числе, естественно, сработать с федеральным центром. И основная еще задача наша заключается в том, что мы, как Палата регионов, естественно, в первую очередь законодательный орган, мы смотрим на те проблемы законодательные, которые, допустим, сдерживают регионы, не дают им, в общем-то, эффективнее развиваться. По итогам встречи в Чебоксарах правительство республики сформирует перечень предложений, а сенаторы – рекомендации для повышения эффективности работы. Елена Гальперина, Юрий Марков, Республика. У Кашмарской школы в Маргаушском районе будет сельскохозяйственный профиль. Она должна заработать уже в этом году. Ход ее строительства проверил глава республики. Первая в России аграрная школа рассчитана более чем на 100 учеников. Работы идут в соответствии с планом. 35% уже выполнены. Сейчас ставят окна, ведут кровельные и электромонтажные работы, монтируют систему вентиляции и отопления. Спортивная площадка и уличное благоустройство проведут чуть позже, когда высохнет земля. Агрошкола должна стать образцом системной работы по обучению профильным наукам. Сегодня очень много говорится об образовательных кластерах, когда объединяются в образовательный процесс и дошкольное образование, и среднее образование, и высшее образование, наука и бизнес. Таким образом, через взаимное проникновение, дети уже на ранних стадиях обучения более глубоко углубляются в конкретные предметы, а самое главное, эти предметы уже изучают с учетом новых веяний в науке и в технологиях производства тех или иных материалов. На совещании подняли вопрос о строительстве футбольного поля. На строительство и реконструкцию стадионов правительство республики ежегодно выделяет средства. Олег Николаев отметил, что можно попробовать попасть в инвестиционную программу, но для этого района нужно найти и собственные источники финансирования. Еще один объект, на котором побывал глава республики – автомобильная дорога Сура, проходящая через село Тараево и связывающая Маргауши и Ядрин. Обсудили план работы и сроки. В 2023 году здесь должен завершиться капитальный ремонт, и это лишь часть задач. В этом году мы с вами Козловка-Марпосад, на следующий год Аликово-Красно-Читай, соответственно, на 2023 идем с этим разрывом. В программе рабочей поездки – посещение предприятия «Сельспиль», который занимается производством большегрузных цистерн. Выпускаемые здесь танкеры пригодны для перевозки как пищевой продукции, так и химических веществ. Продукция востребована и за рубежом. На мой взгляд, это одно из предприятий Чувашьей республики, которые являются гордостью республики. Те технологии и те компетенции, которые здесь на сегодняшний день имеются, они очень конкурентны со всеми мировыми аналогичными процессами. И вот эти технологии на сегодняшний день применяются помимо очень знакомых нам направлений в виде полуприцепов еще и в космической отрасли. И, конечно же, наша задача и дальше эти темы развивать. Предприятие выполняет казну района, сохраняет рабочие места для жителей. Екатерина Шиверова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. О развитии системы патриотического воспитания и кадетского образования говорили в Чувашском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Александра Кочетова. В Чебоксарах с рабочим визитом побывал заместитель полномочного представителя президента страны в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. Это всего лишь одно из направлений кадетского образования. Я думаю, что это полезное направление, как для мальчишек, так и для девчонок. На самом деле направлений для развития сегодня в кадетском корпусе немало. Скучать ребятам не приходится. После уроков здесь начинается не менее интересная жизнь. Подготовки военной и физической здесь уделяют львиную долю времени. Кадет должен быть сильным, выносливым, иметь навыки обращения с оружием. Это важно. Я учусь в кадетском корпусе, потому что хочу сложить жизнь в дальнейшем с авиацией. Нам в кадетском корпусе дают полную физическую подготовку. Помимо бальных танцев я занимаюсь стрельбой. Ребята активно участвуют в различных межрегиональных и республиканских соревнованиях. В период 7-месячника оборонно-спортивной массовой работы, посвященному строительству Сурско-Казанского рубежей, в личном первенстве я выбил 92 очка из 100 и занял второе место. В дальнейшем хочу связать свою судьбу с воинской службой, ФСБ, РВСН, ВДВ или что-то в этом духе. Но не менее важно изучать технические дисциплины, знать военные истории страны, региона. Методики преподавания сегодня носят интерактивный характер. В ходу цифровые технологии. Их нужно развивать, считают участники встречи. У кадетского корпуса окруженный статус. Только в этом году на учебу сюда приехали из Кировской и Ульяновской областей, республики Мариэл. Впереди самые амбициозные задачи. Мы сегодня рассматриваем престиж кадетского образования, престиж нашего кадетского корпуса. Во время занятий внеурочной деятельности ребята изучают авиационную промышленность, они строят ракеты, модели самолетов. И, конечно, кадетский корпус тесно работает с академией имени Жуковского. Эти ребята уже точно знают, какую профессию они выберут. Поэтому помимо уроков занимаются дополнительно. Расширяют свои познания с помощью онлайн-лекций. На встрече шла речь и об обновлении материальной базы. На вооружении современной армии уже давно новое оружие и техника. Профильное министерство сообщает, что этим летом на базе Чувашского кадетского корпуса планируют открыть летний лагерь. И постараются взять туда всех, кто думает о карьере военного. Наталья Мальчикова-Бахтира, Велиев, Республика. В июле этого года пройдет окружной конкурс «Успешная семья при Волжье». Местом проведения впервые стал город Чебоксары. Конкурс приурочен ко Дню семьи, любви и верности. За достойное звание поборются 14 семей из всех регионов округа, которые воспитывают более двух несовершеннолетних детей. Фундамент их отношений построен на гармонии и любви. Родители формируют базовые принципы и ценности для своих детей и их друзей. Одна из целей конкурса – показать многообразие культур народов, живущих на территории Приволжского округа. Чувашию будет представлять семья Львовых. Они воспитывают девятерых детей и уже не раз становились победителями и призерами различных фестивалей. Это мероприятие не только соревновательное среди семей, но еще и должно быть познавательное для этих же семей. В этой связи экскурсионная программа должна быть. Мы должны этим семьям и этим детям, в первую очередь, которые приедут в этих семьях, показать красоту и самобытность Чувашской республики. И это тоже наша задача, можно сказать, направленная на популяризацию вообще культуры Приволжского федерального округа. Из-за паводка жители Чувашии получат социальные выплаты и пенсии досрочно. Речь идет о населенных пунктах, которые находятся под угрозой затопления. Это жители нескольких сел в Алатарском, Шумерлинском, Яльчикском районах. Всего досрочно пенсию получат 98 жителей на общую сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. Ведомстве сообщили, что почтовые отделения уже начали доставку пенсии и соцвыплат с 5 апреля. В ближайшее время все адресаты получат положенные им денежные средства. Жители деревни Тасмарино Урмарского района в течение нескольких лет испытывают дефицит питьевой воды. Причиной тому вышедшая из строя водонапорная башня. Как скоро будет решена эта проблема в материале наших корреспондентов. Вот так с ведрами наперевес жители деревни Тансарино ходят за водой. Дорога не близкая, местный родник находится в полутора километрах. Но вода там удивительно вкусная. Правда, дойти до ключа могут не все. Очень крутой овраг. Невозможно там зимой, тем более, ходить невозможно туда. Раньше были моложе, ходили, а теперь уже старые. И ходить нам уже тяжело. Раньше колонка у нас хорошо работала, бесперерывно. А вот люди не платили, поэтому проблема встала. Иногда отключали колонку у нас, без воды сидели. Обострилась проблема в 2019 году, когда из строя вышла водобашня. По этой деревне у нас проблемы по воде идут уже давно. 127 постоянно хозяйств. Из 127 постоянно хозяйств у нас за потребление энергии водонапорной башни платили 24-25 хозяйств. В деревне, разумеется, есть колодцы для общего пользования, но качество воды в них жителей не устраивает. Для питья она не годится, жесткая и мутная. Проблему надо решать кардинально. В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры в республике в этом году капитально отремонтируют многие источники водоснабжения. Минстрою уже отобрал несколько проектов. В Урмарском районе отремонтируют 18 водных объектов. В их числе и Тансаринская водобашня. Эти 18 источников водоснабжения мы должны капитально отремонтировать в 2021 году. Планируется замена водобашен, замена насосов, которые качают воду, потом электрика полностью меняется, и если там необходимость имеется, и бурение или добурение необходимой глубины по скважинам. Эти масштабные работы помогут ликвидировать дефицит воды и улучшат ее качество. Наталья Мальчикова, Алина Сусметова, Александр Отяков, Республика. Общественный транспорт – ключевой элемент инфраструктуры города. О его доступности и комфорт – важные показатели качества жизни. Уже который год в столице республики поэтапно идет транспортная реформа. В ней участвует и Чебоксарское троллейбусное управление. Ситуацию с выездом на место обсудили депутаты городского собрания. Чебоксарское троллейбусное управление было создано еще в 1964 году. В советские годы столичная сеть считалась одной из лучших в стране. Регулярно обновлялся парк, стабильным был коллектив. Кризисные времена повлияли на работу коллектива не лучшим образом. Не хватает машин. Несмотря на постоянно растущую стоимость проезда, предприятие работает себе в убыток. Мы посмотрели весь сам парк. Он, конечно же, у нас изношен на 70%. Надо его обновлять. Также мы посмотрели специальность, это спецтехнику, которая также помогает троллейбусному управлению. Тягачи, те же самые буры, они у нас тоже изношены на 100%. Сейчас в городе 17 маршрутов. Столица растет. Появляются новые микрорайоны, жители которых очень нуждаются в транспорте. Благодаря федеральной поддержке за последний год в Чебоксары поступил не один десяток троллейбусов, в том числе на автономном ходу. Это позволяет создавать маршруты в новых микрорайонах без строительства контактных сетей. Одна из последних хороших новостей – на днях парк пополнился еще 68 новыми машинами. 14 из них запустят в микрорайон «Солнечный». Все новые поступившие троллейбусы будут распределены по всем маршрутам для того, чтобы была доступная среда. Поэтому горожане увидят на всех маршрутах новые троллейбусы. Но это лишь частичное решение проблем. Пора модернизировать имеющуюся контактную сеть, покупать обслуживающую технику. Депутаты намерены вернуться к обсуждению вопроса на заседании профильного комитета. Ульяна Питакова, Бахтияр Вилеев, Республика. Ежегодно 7 апреля в день основания Всемирной организации здравоохранения проходит День здоровья. Тематическую акцию на этот раз провели в одном из торгово-развлекательных центров Чебоксар. Ее девиз – будь здоров. Тема сохранения здоровья актуальна как никогда. Пандемия коронавируса заставила большинство людей взглянуть на свой организм по-новому. Каков в нем запас прочности, как укрепить иммунитет и какие спортивные упражнения в этом помогут. Понятно, что 2021 год у нас нес определенные коррективы. И, конечно, основная проблема – это борьба с коронавирусной инфекцией. Но, тем не менее, тема здорового образа жизни всегда остается актуальной. На площадке сегодня у нас выступят ребята, которые являются волонтерами за здоровый образ жизни со своими творческими номерами. Кроме того, у нас предусмотрены площадки, которые освещают все основные аспекты здорового образа жизни. Врачи и волонтеры-медики обследовали всех желающих на избыток массы тела, измерили давление и уровень сахара в крови, рассказали о здоровом питании и о том, как бороться со стрессом. Увидела сегодня в День здоровья такое мероприятие классное. Хотелось, конечно, попробовать проверить себя, да, состояние своего здоровья. Такие вылазки нужны населению, я считаю, очень. Не каждый же дойдет до поликлиники. Мы с друзьями в перерыв между парами решили просто прогуляться, а тут такое мероприятие, что вызвало у нас очень большой интерес. Я пришел тест на площадке противоречных привычек, сказали, что у меня все хорошо, я здоров. Главная цель акции – изменить свое сознание, понять, что важно заниматься своим здоровьем для того, чтобы прожить долго. Качество жизни нужно даже в пожилом возрасте. Для каждого поколения, наверное, это несколько своих понятий. Для молодых, конечно же, это активный образ жизни. Для людей старшего поколения – это скандинавская ходьба. У нас активно в настоящее время ведется укрепление материально-технической базы, первичного звена здравоохранения. Это основа профилактической медицины. Мы можем рассказать, как правильно вести, какой образ жизни, что включает в себя диспансеризация. Еще на одной площадке прошел практический семинар. Волонтеры обучили жителей столицы комплексу мероприятий, направленных на оказание срочной медицинской помощи. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика. В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении двух жителей республики за незаконную организацию игорного бизнеса. Предположительно, в период с июля прошлого года по январь этого подозреваемые организовывали азартные игры в Чебоксарах и Новочебоксарске. Для прикрытия незаконной деятельности салона работали под видом офисов для майнинга криптовалют. Обвиняемые получили доход на сумму более 2 миллионов рублей. В марте незаконная деятельность злоумышленников была пресечена. В ходе проведенных следственно-оперативных действий были изъяты более 20 единиц компьютерной техники, денежные средства в сумме более 100 тысяч рублей, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение по делу. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Сегодня православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных церковных праздников. Согласно Евангелию, Дева Мария получила от ангела благую весть – сообщение о том, что она родит Божьего Сына. В праздник Благовещения послабляется постное меню, разрешены рыба и вино. В храмах поют праздничные песнопения. Духовенство меняет темные облачения на праздничные, светлые. Согласно народной традиции, на Благовещение принято выпускать птиц. Их полет – символ свободы. Таковы главные новости среды 7 апреля. Оставайтесь с нами на Национальном телевидении Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин